Всем привет! Сегодня смотрим краткие правила игры Nations, нации от финской компании Lautopelit, а также как играется первый раунд из восьми. Многие люди считают эту игру лайт-версией сквозь века, и, например, известный видеоблогер Rado даже сказал, что данная игра заменила ему сквозь века, и впоследствии он избавился от неё. Но не все люди разделяют его точку зрения, так как в игре есть и некоторые минусы, о которых вкратце скажу в конце видео. Но сначала сетап. Каждый игрок берёт себе вот такой тонкий планшет, и, как всегда, смотрим игру для двоих игроков. Первый игрок возьмёт Рим, а второй — Персию. На стороне А все начальные условия одинаковые, и именно сторона А рекомендуется для начинающих игроков. В игре очень много карт, несколько дек — обычная, продвинутая и экспертная, а также дополнительные карты. И для начинающих возьмём обычную деку, разберём карты на четыре эпохи, согласно цифрам, указанным внизу карты. Дополнительные же деки отличаются символами в правом нижнем углу. Выложим первое общее поле. Рядом с ним разместим такие коричневые кубики — это архитекторы. Каким-нибудь образом определим порядок игроков. Пусть первый будет красный, а второй — синий. Установим показатели знаний на ноль. Также поместим белый счётчик раундов. В игре четыре эпохи, каждая игра состоит из двух раундов, то есть партия занимает восемь раундов. Также для начинающих поместим фишки на второй уровень из четырёх. И также разместим фишки игроков на счётчиках стабильности и военной мощи. И в игре для двоих в каждом раунде будет хотя бы один архитектор, которого можно будет нанять. Далее разместим второе общее поле. Это поле для карт. Карты выкладываются в три ряда. И на поле указано, сколько карт выкладывается при игре вдвоём, втроём и так далее. Далее раздадим игрокам ресурсы согласно начальному условию. Три единицы еды, шесть единиц камня, шесть монет, семь победных очков и пять рабочих. Остальных рабочих разместим в запасе на соответствующем месте планшета игрока. Игрокам можно дать такие памятки, на которых указано, как проходит раунд, а также за что очки получают в конце игры. Выложим карты первой эпохи. Эти карты можно будет приобрести, и карты первого ряда стоят одну монету, второго две монеты и третьего три монеты. Далее из колоды возьмём одну карту событий, тоже из первой эпохи, и два события, это даосизм и философия, которые означают следующее. Первый, кто пропустит ход, в данном раунде получит плюс три единицы на шкале знаний, а также тот игрок, который будет выше на шкале стабильности, получит одну призовую очку. Также в конце игры каждый игрок должен будет заплатить одну единицу еды, и плюс к архитектору, который был дан нам в начале раунда, добавится ещё один. Белый маркер счётчика раундов стоит на месте, поле с картами заполнено, и теперь в начале каждый игрок может получить некий бонус, либо взять себе ещё одного работника, либо получить какое-то количество ресурсов. И на уровне 2, если посмотреть на общее поле, можно получить три любых ресурса, либо три камня, либо три единицы еды, либо три монеты. И каждый игрок возьмёт себе бонус. Пусть первый игрок возьмёт себе в качестве бонуса три монеты, а второй игрок — три камня. В конце игры подсчитывается следующее. Победные очки, накопленные в процессе игры. Далее некоторые карты колоний, зелёные карты, принесут некоторое количество очков, например, Южная Африка, одно победное очко в конце игры. Далее построены чудеса света, например, пирамиды, три очка. Некоторые синие карты, здания, например, маяк при наличии в конце игры на данной карте одного рабочего даст одну очку, а двух рабочих — два очка. Также военные карты тоже по такому же принципу. Подсчитываются все ресурсы, которые есть у игрока, и общая сумма делится на 10. Итак, начнём раунд. Мы можем выполнить одно из трёх действий. Либо приобрести карту, либо разместить рабочего, либо же нанять архитектора. Красный игрок заплатит две монеты и приобретёт военную карту. Он может разместить её на своём планшете либо поверх красной карты, либо поверх синей, и он заменит первоначальную военную карту. Однако данная карта — это всего лишь возможность получить какой-то эффект, так как для её активации на ней должен присутствовать хотя бы один рабочий. Синий игрок потратит три монеты и возьмёт себе карту пирамиды. Это коричневая карта — чудо света. Для того, чтобы его построить, необходимо нанять трёх архитекторов, заплатив, соответственно, два камня, один камень и бесплатно. И в таком случае карта принесёт три очка в конце игры, а также в конце раунда она будет приносить две монеты, но и требовать две единицы еды. Разместим карту в слот для строительства. У каждого игрока он один. И если игрок не закончит данное чудо света и возьмёт себе ещё одну коричневую карту, ему придётся разместить её поверх данной. Так что есть смысл сначала построить чудо света, а потом уже приниматься за другие. Красный игрок заплатит один камень для активации военной карты, которая даст ему следующее. Цифры в квадрате меняются тут же при активации, а цифры, которые находятся в кругу, подсчитываются только в конце раунда. В данном случае игрок немедленно получает плюс три к военной мощи, а также в конце раунда, при условии, что этот рабочий останется на данной карте, ему придётся заплатить один камень. Синий игрок приобрёл оранжевую карту, и данный советник, женщина-фараон Хадшепсут, принесёт в конце раунда одну монету, а также если данный советник будет у игрока на момент постройки Чудо-света, он получит плюс три на шкале знаний. И советник в общем случае у каждого из игроков может быть только один, и если кто-то приобретёт ещё одну карту советника, то предыдущую придётся закрыть. В данном видео я не показываю какую-то стратегию, поэтому многие действия не будут оптимальными, но я лишь хочу показать различные действия, что можно выполнить в данной игре. И красный игрок приобретает карту «Война». «Война» может быть приобретена только один раз за раунд, и как видно, проигравший должен будет отдать три единицы знания и одно победное очко. Так как в данный момент красный игрок находится на отметке 3 на шкале военной мощи, чёрный маркер поместим на отметку 3, и все игроки, включая данного игрока, которые на конец раунда будут ниже данной отметки, считаются побеждёнными в войне, и должны будут заплатить то, что указано на карте. Ну а те игроки, которые находятся на данной отметке и выше, не пострадают от данной войны. Побеждённый в войне обязательно отдаст одно победное очко, а потерю ресурсов можно компенсировать по шкале стабильности. Например, в данном случае, если игрок будет находиться на шкале стабильности на отметке 3, то это нейтрализует потерю трёх единиц знаний. Синий игрок оплатит стоимость и наймёт первого архитектора, разместит его на чуде света. Красный игрок размещает ещё одного работника на военной карте, естественно, заплатив один камень для активации, и тут же продвигается ещё на 3 единицы по шкале военной мощи. Синий игрок заплатит камень и разместит второго архитектора на строящемся чуде света. Красный игрок воспользуется своим военным преимуществом, и приобретёт за одну монету зелёную карту, карту-колонию. Это Македония. Для того, чтобы её захватить, необходима военная мощь 4 и выше. Данная карта принесёт нолечку в конце игры, но она даст ещё плюс 2 на шкале военной мощи, и игрок немедленно передвигает соответствующую фишку. Синий игрок отправит одного работника на ферму, заплатив один камень, и в конце раунда он получит один камень и одну единицу еды. Красный игрок приобретёт серую карту, это карта битвы, в данном случае осада при Алезии, сражение между римской и гальской армиями. Это карта однократного действия, и игрок может получить некое количество ресурсов, то есть либо знание, либо еда, либо камень. А какое конкретное количество, можно посмотреть на военной карте, в данном случае у игрока одна военная карта, и на ней показатель 3, то есть он может взять себе три ресурса. Он выбирает три камня, и карта уходит из игры. Синий игрок решает, что он не хочет проиграть в войне в конце раунда, и поэтому размещает одного работника на своей уже военной карте, заплатив соответствующую стоимость, и немедленно поднимается на 2 на шкале военной мощи. За две монеты красный игрок приобретает жёлтую карту. Эти карты также однократного действия, в данном случае он может либо получить однократно два камня, либо отдать один из любых ресурсов и получить за него победное очко. Он выбирает получить два камня, и карта уходит из игры. Синий игрок ещё раз активирует военную карту, заплатив соответствующую стоимость, и таким образом продвигается ещё на 2 на шкале военной мощи. Тем самым теперь война его не коснётся, и красный игрок понимает, что поторопился, и нужно было подождать с покупкой войны, возможно, приобрести её попозже. Красный игрок активирует ферму, получит в конце раунда один камень и одну еду. Синий игрок приобретает карту маяк, которая в конце раунда даст ему 2 монеты и 1 камень, и размещает он её поверх существующей синей карты. Красный игрок активирует карту храм, которая даст ему в конце раунда 1 единицу знаний и 1 монету. А синий игрок активирует карту караван, которая в конце раунда даст ему 1 монету и немедленно даст плюс 1 очко на шкале стабильности. И как мы помним, в конце раунда игрок, у которого выше стабильность, согласно событию, получит плюс 1 побед на очко. Красный игрок ещё раз активирует карту храм, а синий игрок ещё раз активирует ферму. Теперь красный говорит, что он пропускает ход, и согласно событию он получает плюс 3 на шкале знаний. И синий игрок тоже пропускает ход, раунд закончен, переходим в финальную фазу. Сначала производство. Данная карта даёт 1 единицу знаний и 1 монету. Она активирована, и на ней находятся 2 работника, то есть умножаем это на 2, 2 единицы знаний и 2 монеты получает игрок. 2 работника на красной карте, он должен заплатить 2 единицы камня, и также он получит 1 единицу камня и 1 единицу еды. Синий же игрок отдаст 2 единицы еды, но получит их же со следующей карты, также 2 единицы камня, 2 единицы еды, 1 монету за данную карту, и 1 монету принесёт советник. Далее, порядок хода игроков, и первым будет ходить тот, кто выше находится на шкале военной мощи, это опять красный игрок. Далее, война не коснётся ни одного из игроков. Событием красный игрок получил плюс 3 на шкале знаний, а синий находится выше на шкале стабильности и получит 1 призовую очко. Далее, каждый должен отдать 1 единицу еды, игроки начинают следующий раунд. Передвинем белый маркер, сдвинем все некупленные карты ниже, и выложим новые из той же эпохи, и таким образом играется 8 раундов. Мои личные впечатления такие, игра мне понравилась и много есть положительных моментов, например, большие деки с картами, что даёт хорошую реиграбельность, затем взаимодействие между игроками хорошее, постоянно нужно смотреть, что делает другой игрок. Также игра проходит очень быстро, на коробке указано, кажется, 40 минут на одного игрока, по моему опыту примерно так и получается. Также несомненным плюсом является то, что авторы игры постоянно находятся в контакте с аудиторией, то есть на сайте BoardGameGeek. Авторы регулярно отвечают на вопросы, разъясняют непонятные моменты, очень долго они тестировали и данную игру для того, чтобы был хороший баланс и первое дополнение, и уже несколько лет они работают над вторым дополнением, то есть серьезно подходят к делу, это, конечно, мне нравится. А из минусов игры могу выделить два. Первый это все-таки некий рандом в том, какие карты выходят, то есть иногда бывает такое, что выходит несколько карт войны, и если один игрок приобрел данную карту, остальные просто балластом лежат на игровом поле, и тем самым уменьшаются варианты покупки карт. Я видел на форуме, что некоторые люди пользуются таким полуофициальным правилом при выкладывании карт, если выложены две карты какого-то типа, то следующая карта этого типа пропускается, так, чтобы карты различного типа были распределены равномерно. Ну и второй минус непосредственно касается игры вдвоем, об этом говорят и сами авторы игры, вдвоем игра намного жестче, так как во многих случаях нет нейтрального исхода, то есть либо победитель, либо проигравший, в отличие от игры втроем или вчетвером, и тот игрок, который больше занимался военной стратегией, то есть развивал, покупал военные карты, развивал военную мощь, он всегда будет начинать первым, то есть он всегда будет первым выбирать в раунде карты и так далее. И сами авторы говорят, что игра в любом случае сбалансирована на двоих тоже, но рекомендуют учиться играть втроем или вчетвером, и уже потом, зная, какие есть в деке карты, и разобрав нюансы игры, уже переключаться на дуэльный вариант. А в остальном очень не такая долгая. Это была игра Nations. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также я есть в сети инстаграм, ссылка под видео, и всем отличного дня.